Аварский Каганат Авары. Племена союз тверкоязычных племен, живших на Волге и Каспийском море. По поводу происхождения така по поводу языка Авар в науке ведутся споры. Кроме титулов и имен собственных, данных о языке сохранилось мало. Но большинство ученых все-таки склонятся к мнению, что язык Авар это одна из ветвей тюркского языка, вместе с якобы родственными ему хазарским и булгарским языками. Происхождение Авар до сих пор вопрос дискуссионный. Существует 5 основных версий откуда же взялись Авары. Первая, самая ранняя. Она утверждает, что Авары это часть разбитых тюркютами Жужани. После поражения 555 года вынуждены бежать без заглядки через всю Среднюю Азию. Вторая, Авары это собственно и есть Авары, упомянутые в китайских хрониках под именем Аба, обитавшие на северных склонах Тяньшаня. В 555-556 годах они также были разбиты тюркютами и разбежались куда-то. Часть в Западную Вэй, а часть в Европу. Третья, Авары это смесь племен угорского Увар и Хунни, первоначально обитавших в районе Аральского моря и тоже, кстати, бежавших под Назийском тюркютах. Гумилёв считал Хунни остатками Алана сарматских племен. В степях между Каспием и Азовом эти два племени были приняты за упомянутые уже племена Аба и для, как говорит Иофалакси Маката, истинных Авар. Четвёртое, Авары это племена Вар, ветвь племеней Юэшчи из китайских летописях, обитавшие изначально в Таримском бассейне. Затем они перекочевали в Афганистан, а после поражения от Северной войны в 463 году откочевали к Черному морю. Пятое и последнее, Авары это часть эфтолитов, обитавших в Хуарасане, то в Харистане, а затем продвинувшись за Волгу вместе с угорскими племенами. Данные археологии свидетельствуют, что Авары на 80% были европеоидами. По одной из версий, монголоиды являлись господствующей прослойкой общества. По другой версии, монголоидные черты Аварская Ода приобрела в ходе переселения, проходя по сибирским землям. В частности, тогда к Аварам присоединились племена Забендер, Кочагир, Торнях. Другая точка зрения говорит, что эти племена присоединились к Аварам уже в Причерноморье. Они кочевали в степях Западного Казахстана. В 557 году их кочевья переносятся на западный берег Волги, в степи Северного Кавказа. История Аварского Каганата обычно начинается в 562 года, при Кагане Баяне I. Авары в союзе с Лангобардами уничтожили королевство Гипидов. К 568 году закрепились на Северном Дунае. К 568 году закрепились на Среднем Дунае, подчинив местное славянское, германское и романизированное население. Созданная в Панонии система крепостей Хрингов служила Аваром базой для завоевательных набегов. Аварское войско отличалось эффективной организацией и было хорошо оснащено. Использовались железные стремена, хорошие доспехи и луки. Столицей Кагана был Хринг на территории современной Тимишуары в Румынии. Сокрушительное поражение объединенных войск Аварского Каганата у стен Константинополя подорвало могущество государства и прекратило Аварскую экспансию. Ослаблению Каганата способствовали и начавшиеся в 630-е годы внутренние распри. В 628 году после поражения Авар под Константинополем от Кагана отделяются Кутригуры. В 631 году Авары на время подавляют восстание Кутригуров. Хан Альцек после неудачной попытки захватить трон в Аварском Каганате уходит со своей ордой из Кагана. В 632 году хан Курбат, объединив племена Утигуров, Утигуров, Конугуров, создает средневековое государство Великая Болгария, окончательно вытеснив Авар из Северного Причерноморья и Нижнего Дуная. В 640 году хорваты вытеснили Авар из Далмации. Окончательное поражение Аварсии и Каганат потерпел в конце 8 века в результате Франко-Аварской войны. В 788 году баварскому герцогу Селону III удалось заключить с Аварами союз против Франков. Однако в том же году их войско было разбито, а Бавария входит в состав Франкского государства. Тогда Карл Великий разработал план окончательной расправы с Аварами. Это положило начало длительной борьбы между Франками и Каганатом. В 798 году в Зальцбурге было учреждено архиепископство, проповедовавшее Аварам христианскую религию. В 805 году новую веру принял сам Каган, превратив остатки Аваров в своих вассалов и поставив во главе их крещенного Кагана. Франки предоставили им в пределах Восточной Марки часть своей области с центром около Саварии. Вскоре сюда стали проникать каразанцы. Их натиск был настолько сильным, что в 811 году франки оказались вынужденными выступить на защиту Аваров. Последний раз как отдельное племя, находившееся в вассальной зависимости от франков, Авары упоминаются в источниках, датированных 822 годом. Через 6 лет в ходе административных реформ францкого государства они были обращены в королевских подданных. В Верденском договоре 843 года содержится упоминание о землях Аварского королевства. Несмотря на свою не слишком обильную историю, Аварское государство несколько повлияло на историю Европы. Начиная свой путь из Азии, эти кочевники закончили его в Венгрии. Я Ио Циндингари, и я благодарю тебя за просмотр моего видеоролика.